Довольны этим, что мы начинаем, я надеюсь, начинаем цикл мастер-классов, которые будет вести врач-косметолог Елена Кахановская. Я думаю, что мы больше никого ждать не будем и потихонечку начнем, потому что время уже подошло, вы уже собрались с мыслями и будете внимательно смотреть. Елена, пошли. Добрый вечер всем. Я врач-косметолог Елена Абековна Кахановская. Проведу сегодня урок красоты для вас. В нашем роте будет представлена эффективная косметика серии Реглайн и частичный комплимент. Здоровая, ухоженная, упругая фото, мечта любви женщины и, возможно, даже мужчины. Поэтому она требует особо тщательного ухода, ежедневного ухода утром и вечером. Мне нужна будет модель. Для проведения мастер-класса нужна будет музыка. Этапы ухода за кожей включают в себя очищение. Подразумевает собой очищение водой, умывание, обычное умывание. Второй этап очищение специальными косметическими средствами. Это могут быть молочко, различные пенки, различные гели для снятия макияжа или же просто для очищения кожи лица. После очищения следует тонизация. Тонизация подразумевает под собой использование тоников. Это такие косметические средства, которые помогают восстановить ПАЖ кожи. То есть кислощин и щелочной баланс, как еще называют. И предотвратить сухость кожи. Вы должны помнить, что очищение должно производиться два раза в день. Утром, сразу после пробуждения. Обычно у всех умывание не вызывает затруднений. Но следует помнить, что очищение просто водой недостаточно. Так как ночью происходило выделение кожного сала, отшелушивание частичек кожи, раковевшего эпителия, которые также необходимо снять. Поэтому такое импровизированное умывание у нас будет с помощью влажных очищающих салфеток. У нас здесь нет условий для умывания водой. Все уходовые процедуры необходимо проводить по кожным линиям. Это такие линии, линии наименьшего натяжения кожи. Производя все механические действия в их направлении, мы препятствуем чрезмерному растяжению кожи. На лбу это линия от центра лба, параллельно бровям. Идут они к вискам. На носу, от кончика носа, к переносице. В дальнейшем, от спинки носа, по щекам, к верхнему краю ушной раковины. От середины верхней губы и от уголков рта к наружному слуховому проходу. От середины подбородка к мочке уха. Не забываем, конечно же, про уход и кожи шеи. На шее движение снизу вверх, то есть от ключицы к краю нижней челюсти. По боковой поверхности эти движения могут быть от ушных раковин и вниз. Повторим это на углу. Параллельно линию росту волос на бровях. Нос от кончика носа переносится. И по боковым поверхностям носа, по щекам, к ушным раковинам. Подбородок от центра подбородка. Ручка в ухо. После очищения водой, этот этап у нас вроде бы как умывание. Мы приступаем к очищению с помощью молочка. У меня молочко то, которое выбрала я. Но вы можете пользоваться вашим излюбленным средством. Почему я люблю молочко? Потому что оно, вообще любое молочко, обладает увлажняющими свойствами. И не изменяет ПАЖ кожи. В отличие от щелочных средств, такие как пенки, мыла. Мылами обычными, бытовыми, туалетными мылами вообще не рекомендую пользоваться. Хотя многие женщины используют на самом деле. Потом жалуются на сухость кожи, говорят, у меня очень сухая кожа. Даже те, у кого кожа жирная, жалуются на сухость. Но это связано с тем, что при использовании щелочных средств происходит разрушение гидролепидной мантии, которые находятся у нас на поверхности кожи. Образуются такие мелкие крещенки, которые вызывают чувство жжения, сухости. И женщины с жирной кожей начинают использовать средства для сухой кожи. Хотя им нужно восстанавливать себорегуляцию. И женщины, образуются на сухой кожи. Я сама даже раньше пользовалась пенками для умывания, пока я не прошла курсы, где наш преподаватель говорил, что лучше использовать молочко. Я считала свою кожу сухой, хотя она у меня больше жирная, словная к жирности. Давайте уделим внимание зоне вокруг глаз. Самая нежная кожа на лице. Вокруг глаз движения все очищающие, все действия по нанесению косметических средств должны проходить по верхнему веку – это от внутреннего угла глаза к наружному. По нижнему веку от наружного угла глаза к внутреннему. Почему следует соблюдать все направления кожного клиния? Потому что даже использование хороших, дорогих косметических средств при невральном использовании, при невральном нанесении теряет свою эффективность. После очищения молочком используем тоник для того, чтобы протонизировать кожу, снять остатки молочка, снять остатки косметики, то, что не удалось осуществить с помощью молочка. Тоники способствуют сужению гор. Многие женщины страдают от этого, считают это эстетическим недостатком, косметическим дефектом своей кожи. Шея является тоже лицом каждой женщины. Шея является зоной декольте, поэтому выделяем внимание коже шеи и коже зоной декольте. Все этапы очищения у нас пройдены. Следующий этап – это защита и питание. Защита – это когда мы наносим крем в утренние часы, наносим с целью того, чтобы защитить нашу кожу от вредного и негативного воздействия окружающей среды, с которым мы столкнемся в течение дня. Холод, ветер, загрязненность воздуха. В сегодняшнем уроке участниками будут крем для век интенсивный с пептидами. Он содержит натуральный комплекс пептидов, то есть пептиды натурального происхождения, вытяжки из органов животных. Этот крем содержит пептид сосудов, пептиды костно-хрящевой ткани и пептид тимуса. Пептид сосудов стимулирует трофику тканей за счет того, что восстанавливает сосудистую стенку, благодаря чему происходит улучшение тикания зоны вокруг глаз, если мы используем крем вокруг глаз. Благодаря пептидам костно-хрящевой ткани происходит восстановление колокенково-стимного каркаса кожи, который на коже в области вокруг глаз очень слабый и на самом деле первые признаки старения начинаются как раз с области вокруг глаз. Примерно в возрасте 28 лет появляются первые морщинки, так называемые гусиные лапки. Пептид тимус обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть борется со свободными радикалами, которые оказывают пагубное воздействие на весь организм и на кожу лица и глаз в частности. На глаза мы наносим крем желательно безымянными пальцами, четвертым пальцем кисти. Эти движения должны быть такими вот вталкивающими, вталкивающими для того, чтобы препятствовать растяжению кожи вокруг глаз. Также соблюдаем направление кожных лиц. Если крема достаточно много и он такой мягкой консистенции позволяет без натяжения кожи производить поглаживающие движения, можно также произвести поглаживающие. я переборщила с количеством крема, потому могу произвести легкие массажные движения, что в общем-то не помешает, а только поспособствует улучшению трофики тканей, приливу крови полностью вокруг глаз. в общем-то не помешает. Почему безымянными пальцами? Потому что это самые слабые пальцы у нас, и они произведут как можно меньше физических усилий. можно восьмерочку такую изобразить. восьмерочные движения. С уходом на кожу вокруг глаз. Закончили. Приступаем к защите кожи лица. Крем для лица против морщин. Также с комплексом натуральных пептидов, натурального происхождения. Вся серия Ривелайн содержит в себе пептиды натурального происхождения, в отличие от комплиментов, которые включают в себя синтезированные пептиды. Волокна коллагена и эластинок располагаются в среднем слое кожи, в дерме, и поддерживают ее в натянутом, натянутом, протянутом и кругом состоянии. Наносим крем сначала себе на руки, слегка растираем между пальцами для того, чтобы его согреть. Похлопывающими движениями распределяем по коже лица. Снова повторяем направление кожных лиц. Во время нанесения крема можно провести легкий самомассаж. Для этого желательно взять побольше крема, для того, чтобы нервы не впитывался и не препятствовал натяжению, трению между пальцами и кожей лица, что позволит нам движение сделать более плавным. Продемонстрирую некоторые массажные движения, которые можно выполнить самостоятельно, дома, перед детками. Легкие круговые движения на коже лба, от центра лба по носкам, пальчиками к пальцам, вокруг носа, вокруг крыльев носа, спиралевидные такие движения, от спинки носа, по щекам, ножкам. Такие поглаживающие движения позволяют также производить лимфодренаж кожи, то есть улучшить отток лимфы, улучшить трофику кожи лица. По подбородку пощипывающие движения для того, чтобы стимулировать подтягивания оловой лица. Носогубную складочку поперек захватываем между первым и вторым пальцем, и как бы выталкиваем ее, благодаря чему мы уменьшим глубину носогубной складки. Снова промассировать нос, для того чтобы его приподнять, потому что с возрастом многие женщины замечают опускание кончика носа, и поэтому массажные действия с носом простимулируют поднятие, ну, работу мимических мышц лица, благодаря чему произойдет лёгкое подтягивание кончика носа. Музыка 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 Крем для лица против морщин может использоваться как базовый крем в утренние часы. В вечерние часы хорошо использовать ночной крем омолаживающий. К сожалению, он сегодня у нас не представлен. У нас сегодня дневная защита кожи лица. Лицо пока что закончили. После лица можно уделить время коже рук, коже ног. Для кожи рук используем крем питательный, также с комплексом натуральных пептид для биорегуляторов, которые содержат в себе комплекс пептидов костно-хрящевой ткани, пептидов тимуса, пептидов сосудов. Кожа рук у нас также подвержена агрессивному воздействию окружающей среды. Поэтому пока наш крем основной, базовый для лица делает свою работу, впитывается, мы уделим внимание руками перед нанесением мезотега. Потому что для нанесения мезотега требуется некоторое время после нанесения. Крем желательно выдержит промежуток около часа. Поэтому я рекомендую уделить время рук. Можно промассировать самостоятельно. Сидеть вместе. Мама, не будешь еще один уборек опять? Промассировать для того, чтобы улучшить приток крови. Уделить внимание ногтевым валикам, которые сохнут, на которых образуется зум сердца, как говорят. Продолжение следует... 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 В уходе за кожей лица также есть крем дневной омолаживающий с комплексом фектитов Тимуса, направленный на повышение местной кожной защиты, которая обладает высокими антиоксидатными свойствами, есть крем против сосудистых сеточек, чистая кожа, рекомендую для кожи с куферозом, то есть кожа, на которой образуется мелкая сосудистая сеть, капиллярная сеть, многих девушек тоже это беспокоит в эстетическом плане, так, что у нас еще, для кожи вокруг глаз есть крем от отеков и мешков вокруг глаз, это если кожа склонна к отекам, если утром не часы просыпаете, замечаете мешковатость вокруг глаз, рекомендую этот крем. Этот крем еще также хорош тем, что в нем содержится комплекс фектитов поджелудочной железы, обладающих липолитическими свойствами. Почему он используется именно в этом креме для кожи вокруг глаз? Потому что часто с возрастом происходит растягивание мимических мышц кожи лица, собственно кожи вокруг глаз и за счет того, что вот эти волокна вот перерастянуты, образуется дополнительное пространство в пароорбитальной зоне. И в ней происходит разрастание жировой клетчатки, которая визуально дает эффект мешков под глазами и так же и на верхнем веке тоже бывает, потому, собственно, применение этой крема способствует борьбе с вот этим волоколичным разрастанием жировой клетчатки. Так же в нем его компоненты основные помогают избавляться от темных кругов под глазами, потому что содержится экстракт водяги там еще дополнительно и, собственно, борется с отеками, то есть с повышенной гидрофильностью кожи вокруг глаз. Завершающим этапом выходим за кожей лица в конце рабочего дня может служить мезотейль для лица и шеи. Мезотейли их представлены три для лица и шеи, для кожи головы и для тела. В чем особенность этой серии? В том, что она не пептидная. Эта серия, она разработана на основе, основным компонентом является такое вещество, как HPE-4, производное деанола. Деанола является предшественником ацетилхолина и давно уже используется в косметологии, но научные исследования выявили, что молекула HPE-4, это сдвоенная молекула деанола, она в четыре раза эффективнее своего предшественника и в два раза больше женщин чувствительны к нему, то есть положительно отреагировали на его применение. Начинает быстро действовать выявлено два эффекта, как быстрый, так и пролонгированный. Быстрый эффект заключается в том, что приблизительно через 45 минут женщина замечает лифтинг эффект, то есть подтягивание кожи, сглаживание мелких и глубоких морщин, это происходит за счет того, что… муах! Муах!